С Новым Годом, дорогие друзья! Новый год наступил и мы продолжаем с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И начнем мы с того, что приготовим сегодня что-нибудь вкусненькое. И вкусненькое это же самое сфотографируем. Украсим и сфотографируем. В конце я даже попробовал. Клятву дал Петерсону, надо следовать. Я вам скажу так, что я принадлежу к поколению, которое выросло без телефонов. И в новогодние, не то что мобильных телефонов, мои молодые друзья, вообще телефонов не было. И мы ездили в гости, допустим, на удачу. То есть приезжаешь постучал дома, приезжаешь постучал, нет, поехал назад. Так было. Сейчас немыслимо, да? И поэтому у хорошей хозяйки всегда в запасе что-то было, что если вдруг придут гости, а это была нормальная фраза, если вдруг придут гости. А они приходили. Это понятно. По той самой системе постучали, а вы не ждали нас, а мы приперлись. А весело было. Так вот, так как в России еще предстоят празднички, я думаю, что традиция не умерла. В связи с этим я решил показать вам очень такое интересное и вкусное блюдо. Называется оно фаршированные грибы. Что нам для этого надо? Во-первых, нам нужна будет картошка, которая называется fast-cooked, то есть такая неразваренная, короче говоря. Чеснок, лук, потом вот эти порезанные кубики такого... Ну, я не знаю, как, ребята, это... Ну, в общем, это сало порезанное, типа того, да? Может быть, неправильный перевод. Потом тертый сыр и грибы. Почему вам не показывают грибы? Их нету, ребята. Я поехал сегодня с утра в магазин. Грибов нету. Они появятся часов в девять, в десять. Сейчас у нас восемь еще. То есть у нас здесь система такая, что в магазинах нет складов. То есть здесь все рассчитано съели-привезли, съели-привезли и так далее. Так как перед Новым годом все съели, то сейчас должны привезти. Поеду, куплю. А тем временем мы поставим с вами варить картошечку в мундире. Как всегда воспользуемся тем, что разрежем ее вот здесь кожицу посередине, сварим и потом она у нас вот так спокойно снимется. Ну, не забывать залить холодной водой, понятно. То есть вы это уже видели, это вам неинтересно. Потом мы с вами займемся приготовлением, чем это дело фаршировать. Это уже что-то новенькое. И вот я поставил духовочку. В духовочке мы сегодня это все запечем. Теперь какое вино подходит к грибам? Это же не грузди. Понимаешь, к грузди мы все знаем, что подходит, да? Или к маслятам. А вот таким фаршированным грибам немцы обычно берут красное вино, реже белое, позднее бургунда или шардоне. Вот. Но мы возьмем с вами сегодня, называется, я не знаю, я не буду это переводить. То есть это Дорнфельдар. Сорт винограда Дорнфельдар. И вино Дорнфельдар. Это красное вино. И я вам скажу, довольно-таки вкусное. И сегодня мы это дело с вами опробуем. Уже все сказал. Сейчас я ставлю это варить. И быстренько смотаясь в магазин за грибами, и мы с вами продолжим. Хорошо? Давайте. Так. Запасся я теперь грибами такие, шампиньоны. Сейчас покажу поближе. Желательно, конечно, брать вот такие побольше. Но нынче выбор был небольшой, поэтому взял, что было. Так. Первое, что мы сделаем, мы сейчас нарежем всяких разных овощей. Я взял баклажан. Взял такие маленькие перчики, потому что как бы большие нам не нужны. Это все-таки будет такая заправочка. Фаршированные они называются. Значит, это фарш. Картошки тоже немного. Ну, я думаю, что если даже у вас эта начинка останется, я вспомнил, как называется по-русски. Начинка. То без проблем можно и так сидеть. Грибочки протрем. Чтобы края получались ровные. Мы пройдемся сначала вот здесь ножом. К центру так это. Подвернем его. И потом просто отломаем шляпку. Так получается гораздо лучше. А ножки режем все на мелкие кубики. Так как я по натуре большой лентяй, то для резки я воспользуюсь ровной шляпкой. Картошку почищу ножом. После нее машину. Трудно очищать. Все пролипает. Поэтому, наученный горьким опытом, тут лениться не буду. Порежу картошку. Так. Порежем на кубики еще и вот эти маленькие наши. Это чужеземный элемент. Чужеземный. Точно так же поступим с кабачками и с луком. Ну и последний. Вот этим лучком мы будем просто посыпать сверху для красоты. 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 Когда начинка наша почти готова, давайте сюда еще кусочки какого-то сала, беконистого. Оно уже, в принципе, готово, и его нужно только чуть-чуть поджарить, обогреть. А теперь сюда можно и картошечки. Все это перемешать. Ну, а теперь мы с вами начнем это заполнять и ставить вот в эту жаровню, или как она, да, эмалированная жаровня. Так, произошел небольшой казус. Это, оказывается, в мою 40-литровую духовку не вошла. Вот тебе и на. Ладно, как говорили раньше, но мы не привыкли отступать. Сейчас мы ее каким-нибудь образом заменим. То есть, вот у меня тут есть такая стеклянная хорошая крышечка, она, наверное, войдет. Сейчас я померю. Волновайте. И, знаете, только-только она вошла. Итак, тогда мы устраиваем соревнования. Я делаю это в духовке. И так как здесь все не поместится, то я возьму еще и раклет. Буду делать в своем раклете. И там мы посмотрим, кто победит. Так, то есть мы сейчас начинаем надолго. Чуть-чуть немножечку надо. Вот такую, допустим, ложечку. И начинаем сюда укладывать аккуратненько. Да, видит очень хорошо, ребята. Укладываем сюда наш наполнитель. Так, делаем корочку. Так, как сверху у нас будет... Я заодно пробую. Сверху у нас будет с вами сыр. То он это все дело скрипит. Оно не должно развалиться. Теперь аккуратненько начинаем укладывать. Так, берем сыр. И так это присыпаем. Так, горочкой тоже. На каждую. Теперь посыпаем лучком сверху. Он туда впитается. И даст такие прожилочки зелененькие. И что хорошо. Как я вам уже однажды показывал, раклет не что иное. Раклетница, если правильно говорить, как жаровня такая большая, шашлычница можно ее назвать. И сейчас мы будем делать следующим образом. Мы будем начинку сюда добавлять в каждый грибок. И у раклетницы есть такие лопатки, куда мы каждый гриб можем поместить. Точно так же посыпать сыром. Добавить немножко зелени. и поставить ее внутрь. Недостаток, что там не очень много места. Поэтому приходится так немножечко придавливать. Давайте посмотрим, что происходит с нашими грибочками. Вот этого вполне достаточно. Даже чуть-чуть я упустил. Можно было чуть раньше вытащить, чтобы не было вот этих коричневых. Но ничего, они нам сильно не помешают. Этот развалился. Вот этот целый. Этот целый. То есть, видите, в раклетнице это дело произошло быстрее. И выглядит вот так. Давайте посмотрим теперь, что происходит у нас в печке. очень тоже хороший вид. Почти дошел до конца. Вы знаете, декоративности я больше доволен здесь, чем там. Там я пропустил, к сожалению. Так, а что говорит нам наш вкус? значит так. Во-первых, немножко не засолено. Второе, вкусно, вкусно однозначно. Но я вам посоветую, если здесь это делать, то делать это как бы на медленном огне. грибы требует еще чуть-чуть немножко до пекания. Но это сделать не могу, иначе наш сыр тоже превратится в запеканку. А так очень, даже очень. Все, надежда, на духовку. Пора. Все, теперь уже все готово. Выглядит хорошо. Отлично. Тут, как видите, я решил довести немножко до ума. Поместил сверху. То есть, это у меня будет для дома, для семьи. Ставим только так. Ну, а теперь самое время заняться стайлингом. Начнем брать отсюда наши грибочки. Конечно, если бы они были побольше, было бы покрасивше. Но обоимся тем, что у нас есть. Так, во-первых, сначала возьмем по краям, положим вот эту вот капусту, она очень декоративна и, конечно, станет хорошим украшением. В середине оставляем место для грибочков, само собой. Так как у нас не получилось большие грибочки добыть, ну, мы возьмем, как говорится, количеством тогда. качество при этом не пострадает. Всяком случае, не должно есть. Ну, и вот теперь давайте будем аккуратно выкладывать наши грибочки здесь. Я надеюсь, что нам их хватит, чтобы заполнить эту нишу. Так. Я специально немножко дал им остыть, чтобы не повлияло на листья. они могут пожухнуть в одночасье. Так. Выкладываем. Чем-то на фрикадельке смахивает, правда? Так. Показываем сыр, зелень. Так. Тут у нас пробел. немножко добавим. Так. Ну, и осталось где-то здесь положить. И где еще можно будет? петушечки. Я думаю, вот здесь. Вот такая декоративная тарелочка. Там на месте мы уже посмотрим, где нам положить петушечки, может быть, потребуется в серединку так это подпекать. хорошо. Оставлю на месте. на фотографическом столе мне показалось, что как бы грибы выпали из-за этих зарослей, поэтому их уменьшил. Для контраста положил сюда вот сейчас пару перчиков, три штуки. вот так и создал такое блюдо шахматное. Но зато мы теперь видим, что это грибы фаршированные. Как я сказал, к сожалению, не слишком большие, но ничего. Теперь возьмем сок, в котором мы не жарились и немножечко сверху так это нальем. Ну что ж, теперь наступает время что-то строить тут, потому что само по себе блюдо интересное, да, но проблема в том заключается, что как бы кого мы этим удивим. То есть хотелось бы какого-то здесь типа натюрморта сделать и первое, что просится это взять очень хорошо смотрятся допустим розовые эти нарезочки вот уже хорошо значит уравновешить розовое мы сможем с помощью тут у меня цветок расцвел почему бы его не использовать так с этой стороны то есть мы это уже уравновешили с этой стороны я бы все-таки хотел показать Дорнфельдар и вино вино вот это вино не это а вот это вино я разбавил кипяченой водой чтобы был на просвет похожий на Дорнфельдар потому что просветить его просто так с помощью света очень сложно при солнце да так но солнце мы сейчас не имеем положим пробочку так это кинем что мы показываем что бутылка открыта это налитый может быть не первый раз так далее раз у нас как бы коричневая то и коричневая салфетка я думаю смотреться будет хорошо вот здесь в этом месте и пару приборов это вот вилка такая винтажная и нож вот таким образом я думаю что можно было бы уже единственное вот это место как бы пустовато немножко мы бросим сюда две таких шайбочки от кабачков так и сделаем первый снимок ясно что у нас все темно и незрачно хотя мы приблизили как можно сильнее к нашему окну давайте посмотрим вот видите окно стоит и как бы мы очень сильно приблизили но это нас не спасло почему ну вы уже знаете почему потому что свет идет только отсюда этого мало его надо ему надо помочь то есть я сейчас сделаю следующее я возьму кусочек вот этот пенопласта так давайте немножко отодвинемся чтобы это было все видно то есть кусок пенопласта я взял и я недаром сделал такие маленькие отражатели потому что я его направлю сейчас на закреплю я направлю на этикетку чтобы этикетка у нас дополнительно осветилась так сейчас я поверну чуть-чуть здесь золотая она и чтобы она сразу хорошо получилась мы это дело продумываем и вот так то есть угол падения равен углу отражения все нормально главное чтобы ух ты не попадала в кадр поэтому сейчас чуть-чуть его прижмем так уже как бы лучше да но мы видим что все равно у нас как бы вот эта часть темная здесь мы смогли осветить а здесь темная ну ничего страшного пенопласт у нас валом ставим еще один закрываем его таким образом сейчас я вас перенесу ребят чтобы вы видели что мы делаем ну-ка вот с этой стороны если да так вам будет виднее наверное и как я закрепил и как выглядит все вместе так фотографируем ну совсем другое дело и не хватает чуть-чуть не хватает освещения сверху как бы но это совсем просто кладем сверху тоненький лист опять же пенопласта фотографируем и вуаля мы получили совсем неплохой натюрморт который достаточно освещен сейчас я пойду в фотошоп еще немножечко поработаю с ним и посмотрю что получится давайте мы еще раз посмотрим как это все выглядело то есть камера вот у меня стояла здесь берем пока сверху кусочек тонкий тонкий пенопласта так и эти два у нас стояли клином свиньей для того чтобы подсвечивать наш натюрморт сбоку слева и справа конечно вы можете все это делать более крупным планом чтобы показать что-то точно грибы и так далее чтобы люди не надо было догадываться да можно попробовать было вот таким образом то есть вариантов много я вам показал один из а там уже ваша фантазия окей и так дорогие друзья в итоге мы с вами получили довольно-таки неплохую картинку вот она чуть-чуть в фотошопе я поднял там цвета поярче сделал кое-что там на ноже царапину убрал ну а по большому счету больше ничего и теперь выводы во-первых как я сказал я с самого начала это увидел что шляпки должны быть большие для фотографии это очень важно у нас получились как бы немножко фрикадельки извините да то есть нужны большие шляпки тогда можно ваш ваш изделие фотографировать сразу же близко и получить хороший результат это первое второе старайтесь старайтесь подготовить все заранее то есть как только вы из печи вытащили сразу же ставьте на стол фотографируйте потому что сыр имеет такую не очень хорошее свойство не очень хорошее свойство он темнеет через несколько минут он становится темным и уже для фотографий не очень подходящим поэтому вот такое блюдо требует быстроты это вот я узнал сейчас с вами то есть сыром надо быть осторожным а в остальном нам осталось только приступить к четвертой части нашей программы то есть я хочу все-таки понять разницу между раклет способом так и духовкой начнем с духовки немножко развалилось делать хорошо очень хорошо ну теперь я левша извините раклет я вам скажу так что духовочный вариант мне понравился по вкусу больше он как бы сочнее получился раклет он работал быстро может быть надо было на более медленный его поставить огонь и поэтому как бы не до конца пропитался вот этим начинкой всем поэтому дорогие хозяйшки я вам советую в общем-то духовку ну и вообще если вам понравилась такая закуска она идет хоть горячей хоть холодной главное вино выбрать подходящее ну в этом вам помогут ваши мужчины итак я с вами прощаюсь но ненадолго потому что сейчас мы с вами будем встречаться уже более менее регулярно я забросил около наверное свыше 100 видео уже и теперь я могу спокойно фудом заниматься параллельно тому что я буду дальше дополнять канал там еще осталось 200 видео перекинуть но я думаю что январь февраль и уже будет наверное все большое вам спасибо за то что вы меня так сердечно поздравляли благодарили за мой труд за мои видео это очень приятно и это очень сильно мотивирует это главное а пока дорогие друзья я прощаюсь с вами всего вам доброго творческих успехов и как говорится больше фуда больше фоток больше зрелищ пока субтитры